Преутро, уважаемые ребята! Я приветствую вас на уроке биологии. Тема сегодняшнего урока «Типы экологических взаимодействий». Сегодня на уроке мы разберемся, какие основные типы взаимодействий мы можем с вами наблюдать в окружающей среде. Каждый живой организм живет в окружении множества других живых организмов. Естественно, в процессе жизнедеятельности организмы соприкасаются друг с другом, взаимодействуют между собой. Взаимодействия могут быть непосредственными и косвенными, полезными, вредными или нейтральными. Итак, рассмотрим типы взаимоотношений. Симбиоз. Симбиоз – это сожительство. От греческого «сим» вместе. Биоз – жизнь. Это форма взаимоотношений, из которых оба партнера или хотя бы один извлекает пользу. Симбиоз мы можем увидеть в форме мутуализма, протокооперации и комменциализма. Итак, давайте знакомиться. Мутуализм – это форма симбиоза, при которой присутствие каждого из двух видов становится обязательным для обоих. Каждый из сожителей получает относительно равную пользу, и партнеры или один из них не могут существовать друг без друга. Типичный пример мутуализма – это взаимоотношения термитов и жгутиковых простейших, обитающих в их кишечнике. Термиты питаются древесиной, однако у них нет ферментов для переваривания целлюлозы. Жгутиконосцы вырабатывают такие ферменты и переводят клетчатку в сахара. Без простейших симбионтов термиты погибают от голода. Сами же жгутиконосцы, помимо благоприятного микроклимата, получают в кишечнике пищу и условия для размножения. Протокооперация – это форма симбиоза, при которой совместное существование выгодно для обоих видов, но не обязательно для них. В этих случаях отсутствует связь именно этой конкретной пары партнеров. Примером протокооперации является взаимоотношение мелких рыбок, семейства губановых и крупных хищных мурен. Среди губановых имеются так называемые рыбы-чистильщики, освобождающие крупных рыб от наружных паразитов, находящихся на коже, в жаберной и ротовой полостях. Крупные хищники, в том числе мурены, страдающие от паразитов, приплывают в места обитания губанов и дают им возможность уничтожать паразитов, даже у себя во рту, хотя могли бы с легкостью их проглотить. Комменциализм – это вид взаимоотношений, где один получает пользу, выгоду, не принося другому ни вреда, ни пользы. Какие существуют основные формы комменциализма? Это нахлебничество, сотрапезничество и квартиранство. Познакомимся подробнее. Квартиранство – это форма комменциализма, при которой один вид использует другой, его тело или его жилище, в качестве убежища или своего жилья. Особую важность приобретает использование надежных убежищ для сохранения икры или молоди. Пресноводный горчак откладывает икру в мантийную полость двустворчатых моллюсков без зубок. Отложенные икринки развиваются в идеальных условиях – снабжение чистой водой. Нахлебничество – это форма комменциализма, при которой один вид потребляет остатки пищи другого. Примером перехода нахлебничество в более теслые отношения между видами служат взаимоотношения рыбы-прилипалы, обитающей в тропических и субтропических морях, с акулами и китообразными. Передний спиной плавник-прилипалы преобразовался в присоску, с помощью которой та прочно удерживается на поверхности тела крупной рыбы. Биологический смысл прикрепления прилипал заключается в облегчении их передвижения и расселения. Сотрапезничество – это форма комменциализма, при которой несколько видов потребляют разные вещества или части одного и того же ресурса. Следующий тип взаимоотношений – нейтрализм. Если организмы не влияют друг на друга, то такие отношения называются нейтральными. Но в природе истинный нейтрализм очень редок, потому что все виды косвенно или непосредственно связаны между собой. Следующий тип взаимоотношений – антибиотические отношения – хищничество. Хищничество – это тип антибиоза, при котором представители одного вида питаются представителями другого вида. Хищничество широко распространено в природе, как среди животных, так и среди растений. Примеры – насекомо-ядные растения, лев, поедающий антилопу и множество других примеров. Перед собой вы видите пример хищничества среди растений – венерина, мухоловка. Паразитизм – это форма взаимоотношений, когда организмы одного вида живут за счет питательных веществ другого вида в течение определенного времени. И в данном случае организм хозяина для паразита является не только источником пищи, но и источником места обитания. Различают наружных паразитов, эктопаразиты и внутренние эндопаразиты. Конкуренция. Этот тип взаимоотношений характерен для организмов со сходными экологическими требованиями, которые совместно обитают. Между ними возникают отношения отрицательного типа. Основные виды конкуренции – внутривидовая конкуренция. Это конкуренция соперничества за одни и те же ресурсы, происходящие между особями одного и того же вида. Это важный фактор саморегулирования популяции. Самцы многих видов млекопитающих, например, оленей, в период размножения вступают друг с другом в борьбу за возможность обзавестись семьей. Межвидовая конкуренция – это конкуренция, которая возникает между представителями разных видов. Аминциализм – это тип взаимоотношений, для которого характерно. Для одной из совместно обитающих влияние другого отрицательно. А угнетающий не получает ни вреда, ни пользы. Итак, если мы с вами подведем итог, в своих тетрадях отметим схему биотических связей и взаимоотношений. Она будет выглядеть следующим образом. Биотические связи мы можем разделить на три большие группы. Симбиоз, нейтрализм, антибиоз. Симбиоз, в свою очередь, представлен мутуализмом, протокооперацией и комменциализмом. Мы с вами рассмотрели и дали характеристику всех форм комменциализма. Квартиранство, сотрапезничество и нахлебничество. Антибиоз представлен аминциализмом, хищничеством и конкуренцией, внутривидовой и межвидовой. Биотические взаимоотношения организмов сложны и разнообразны. Следует отметить, что в зависимости от условий и стадий жизненного цикла типы взаимоотношений могут меняться. Итак, домашнее задание. Вам необходимо привести свои примеры всех типов биотических взаимоотношений и определить типы взаимоотношений, в которые вступает вид Homo sapiens. Благодарю всех за работу. До новых встреч!